Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня речь пойдет об автомобилях Ford. Сначала давайте поговорим о линейке Ford, новой линейке 2015 года. А затем я скажу вам свое мнение по некоторым моделям. Итак, в конце 2015 года сменилась полностью линейка автомобилей Ford, продаваемых официально в России. У всех автомобилей, которые продаются в России, теперь новый дизайн. Итак, пройдемся по моделям, представленным на рынке сегодня. Это значит фокус у нас в комплектациях Ambient, Sync Edition и Titanium. Соответственно, в возрастающей прогрессии комплектаций представлены 5-ступенчатые МКП и 6-ступенчатые АКП Power Shift. Это так называемый робот с сухим сцеплением. Далее идет Fiesta. Fiesta только с движком 1.6 с АКП и МКП, соответственно. Mondeo с двигателями 2.0 или 2.5. Что интересно, только с АКП 6-ступенчатыми. EcoSport. Этакий совсем новый автомобиль для нашего рынка, такой смешной. Снабжен он моторами 2.0, 6-ступенчатый МКП, либо 1.6 с 5-ступенчатой МКП и 6-ступенчатой АКП. Также Kuga с моторами 1.6 и 2.5. Что интересно, мотор 2.5 только с АКП и только с передним приводом. Поэтому нафиг он нужен с такими лошадьми. Хорошая Kuga есть с мотором 1.6 с 182 лошади и полный привод. Что еще можно сказать по Kuga? Ну, у Kuga остался старый дизайн, пожалуй, из всех. Explorer 3.5, EcoBoost 345 лошадей и 3.5 простой движок, гораздо более приемлемый 249 лошадей. Также на обеих 6-ступенчатая коробка автомат. Также Ford Transit и появился новый Ford Torneo. Оба они с моторами 2.2 дизель, довольно-таки посредственные дизеля, которые ломаются. Что вообще очень интересного произошло в компании Ford. Компания Ford убрала с официального рынка России ряд автомобилей. Из-за низких продаж была убрана дизельная Kuga, был убран Ford Edge, был убран Ranger и Ford Galaxy. Ну и также всякие там C-Max и S-Max, они были убраны немножко раньше. Что интересно, добавился, как я уже говорил, новый Ford Torneo. Это аналог транзита, такой коммерческий транспорт. Как видите, у Ford, казалось бы, модель убавилась, но не все так плохо. Видите, даже одна модель прибавилась. А вот у компании GM, которая является извечным конкурентом компании Ford на мировом рынке, сенсация! Компания GM убрала полностью все автомобили с рынка России. Теперь официальное представительство Chevrolet, официальные дилеры продают только две модели. Chevrolet Tahoe и Chevrolet Corvette. Вот так вот. Итак, Ford доказал свою пальму первенства над компанией GM. Наконец-то решительно и безоговорочно. Теперь расскажу вам о своем впечатлении об автомобилях Ford. Я работал у официального дилера Ford в России. Имел дело, к сожалению, только с моделями 2014-го модельного года. Но что я могу сказать? Автомобили Ford это твердые середнячки. Звезд, конечно, можно сказать, с неба не хватают, но и в обиду себя не дадут. По сравнению со всяким там корейским, тем более китайским, автопромом, Ford является очень хорошей альтернативой для человека, представителя среднего класса. Самый распространенный, это, конечно, Ford Focus на механике, в какой-то бедной комплектации. По богаче комплектации идет уже Титаниум, там с хорошими литыми дисками уже автомобиль. Управляет всем Кантшина, кнопка Старт-Стоп в комплектации. Есть у них недостаток. Коробка Автомат, это так называемый робот Пауэршифт. Скажем так, ломается он в исключительных случаях, но чаще просто глючит. Коробка начинает пинаться. Если у вас коробка пинается, приезжайте к официальному дилеру при помощи сканера VCM и неких процедур, так называемой адаптации коробки, которую некоторые называют перепрошивкой. Вам эту проблему устранят. Конечно, проблема эта может появиться в дальнейшем снова. Что я могу порекомендовать владельцам пинающихся коробок, это очень хорошо нужно прогревать автомобиль перед ездой. То есть не просто погреть мотор автозапуском и потом, вылетев на трассу, сразу же втопить тапку в пол, а именно двигаться некоторое расстояние от 1 до 5 километров с небольшой скоростью, чтобы ваш Пауэршифт прогрелся и не доставлял вам проблем. Фиеста. Фиеста машина на любителя. При небольшом, казалось бы, размере она имеет весь функционал Ford Focus и не уступает вам практически ни в чем. Тут на любителя просто смотрите кузов. Если понравится вам по кузову Фиеста, можете смело брать Фиесту. Не обольщайтесь насчет расхода. Как известно, есть такой ролик про расход Фиеста, где недовольная клиентка звонит в техцентр. Расход будет примерно таким же, как на Ford Focus, а то и больше. Следующий идет Мондео. По Мондео, скажу я вам, обращений в сервис было очень мало. Мондео это крепкий такой середнячок. Некоторые, конечно, считают его бизнес-представительским классом. Но можно сказать, что с натяжкой это так, потому что конкуренты ему в этом сегменте это Toyota Camry и Nissan Tiana. Довольно-таки надежный автомобиль. Могу рекомендовать. Тем более, новый Мондео, он очень круто выглядит. Мне нравится. Экоспорт. Ну, Экоспорт, этакий уродец, смешной очень автомобиль. Я тоже имел с ним дело. У него уже применены некие новые технологии, некие новые материалы в отделке и в проводке. Он устанавливал сигнализацию. Там проблематично в том, что у него моторный щит отгорожен от кузова практически сплошной плитой. Куда не подкопаться никак. В общем, некие проблемы испытывает установщик автосигнализации. И Ford Kuga. Ford Kuga оставил у меня самые приятные впечатления. По статистике обращений в сервисные центры Ford Kuga, количество обращений по Ford Kuga очень мало. Я не знаю почему. Автомат там стоит вроде бы тот же самый PowerShift, но почему-то с Kuga проблемой с автоматом никто не обращается. Все работает замечательно. Автомобиль едет хорошо и не ломается. Я считаю, что Kuga это золотая середина. Если брать Kuga, то брать с мотором 1.6 с полным приводом. То есть здесь и по лошадям хорошо получается, и привод полный. Потому что я все-таки считаю, что кроссовер с передним приводом это профанация. Далее идет Explorer. Он заканчивает с собой линейку Ford в 2015 года. Explorer продается уже в новом фейслифте, так сказать. Ну и в предыдущей также версии. Ну это видимо складские остатки. Новый Explorer изменил свой внешний вид. Комплектуется он двумя моторами. Предпочтительный, конечно, простой 3.5, а не этот прямовпрысковый эко-буст, который имеет недолговечные ресурсы, при этом огромен по налогу в лошадях. Ford Explorer. Что я могу сказать по Ford Explorer? Ну если Kuga это европеец, так же как и все остальные Ford, то Ford Explorer это типичный американец. То есть это машина, которая изначально использует все технические решения. В некоторых местах довольно-таки старомодные, как, например, ключ не в рулевой колонке, а прямо на панели. Так же и как и кнопка старт-стоп. Ну и вообще разбирал я Ford Explorer, смотрел. Ну там все сделано так по-американски. Ну лично мне Explorer не понравился. Он слишком большой. У меня рост 1,80 m. Explorer, я думаю, рассчитан примерно на таких 1,90 м дядяки больше. То есть там вот ты сел и утонул. На подлокотник локоть не положить, слева на стекло не положить. Все очень громоздко и дико. Мне больше понравился Jeep Grand Cherokee. Ну Jeep и Grand Cherokee отдельная тема. Я о них немножко расскажу, потому что они у нас тоже были. Техцентр обслуживал одновременно и Chrysler. Таково мое мнение по автомобилям Ford. Ford доказал, доказал временем. И граждане России проголосовали кошельком за него. Он остался на нашем рынке. Расцвел, можно сказать. Поэтому вот у меня есть знакомый, который ездил на Ford Mondeo на механике. После этого взял, по моему совету, в том числе Ford Kuga на автомате. Ездит, радуется. Что касается компании Ford, небольшая для вас новость. В 2018 году заканчивается производство Focus и C-Max в Детройте, США. Ну C-Max продолжает поставляться там у них, где-то на какие-то рынки. Так вот, в 2018 году перестанут Focus производить в Штатах. Ну Focus, видимо, будут производить где-то в других местах. У нас в России сейчас Focus производятся. И, что интересно, возвратится Ranger на американский рынок, который, к вашему сведению, с 2011 года делают в Африке. То есть, если кто-то покупал Ford Ranger, вы не думаете, что он сделан в США. Он сделан в Африке. Так вот, собираются возродить его производство в США в 2018 году. И параллельно хотят возвратить старинный бренд Ford Bronco. Bronco, по слухам, будет построен на базе автомобиля Everest, который производится в Китае на сегодняшний день. И, в свою очередь, он построен на базе Ford Ranger. Его переименуют в Bronco и будут продавать под этим брендом в США. Возможно, он получит какой-то фейслифт. Будет выглядеть более агрессивно. Вот здесь на рисунке видно. Такие вот новости. Следим за Ford. Удачи компании Ford. Подписываемся на мой канал. Здесь будет еще много интересного. В том числе и про Ford. И про новые автомобили. Про старые автомобили. Всем удачи. Чтобы ваши машины не ломались. Всем пока.